Привет, друзья! Вы на канале Провинциальная жизнь с Еленой. Сегодняшний влог я хочу провести у себя в огороде. Вот в 8 часов утра у нас уже солнце печет. После такой недели дождливой, вот сегодня третий день, очень жарко. Мы вот уже над помидорами натянули сетку, потому что невозможно, помидоры горят. Я хочу вам показать, в общем, сделать небольшой обзор на помидоры, которые мы посадили в этом году. Уже это можно сделать, потому что почти на всех сортах позавязались плоды. И вот я сейчас вам покажу, что мы посадили в этом году и как они растут. И сегодня просто я подзадержалась, утром в доме занималась делами, а мне срочно надо обламывать пасынки на одном из рядов помидор. Они уже прям прут и прут и прут, хотя и там уже обрывало. Ну, начнем. Помидор мы сейчас сажаем не очень много, потому что нам хватает. Ну вот, сетка затеняет меня. Но в этом году решили чуть-чуть разнообразить, потому что я хочу с них собрать свои семена и как бы начать уже сажать свои семена. Сейчас я вам покажу. Первый ряд у меня это помидоры не посынкующиеся. Называется не пас. Сейчас мы их посмотрим. Два штуки первых это хали-хали, а остальной ряд идет не пас. Вот первые два помидора это хали-хали. Но это попозже мы их два посадили. Тут еще нету помидорков, но вот только начинается. А есть у меня ряд, где они уже большие. Это кругленький помидорчик с носиком. Но, честно скажу, помидоры мои жируют. Мы над ними тут высадили храна. Они были очень такие задрипанные-задрипанные. И мы их кахали-кахали. И вот они вымахали. Ой-ой-ой. Ну, правда, цвет хороший. Первые вот кисти цветовые, первые вот уже с помидорками хорошие. Вообще хали-хали мы уже сажаем третий год. И нам очень нравится этот сорт. Во-первых, он ранний. Сам помидор для засолки очень хороший. Такой средненький с носиком. Дальше вот у меня идет ряд. Вот это не пас. Он должен быть не пасынкующийся. Ну, что я хочу сказать. Пасынки, как и обещали, пасынков нету. Сам помидор вот он. Это сливка. Продолговатая. Ну, посмотрим, как будет вкус. И действительно, на них пасынки только внизу. А тут вверху по стеблю нету. Вот они. Вот они, малявочки. Так что это сливка. Так. Дальше у нас идет... Что тут вторым рядом сажали. Где-то у меня тут все написано. Потому что не каждый помидор... Я помню, что это. Ага, вот он написан. Это у меня... Это перцевидный гигант. Ну, хочу я вам сказать. Гигант он пока только что в росте. Завязи я на нем не вижу. Цветет, но помидор нет. Вот его тоже сегодня надо обламывать. Пока что я вам не могу сказать, как выглядит этот помидор. Завязи на нем я не вижу. Наверное, это будет сорт на вакидос. Вот это целый ряд перцевидного. Здесь у нас томат Дикая роза. Вот она эта роза. Кругленькая. Ребристые края. Посмотрим, что будет дальше. Ну, тоже пасынков очень много. И очень мало цвету. Пока что лидируют у нас не пасы, хали, гали. Кусты большие. Но я не скажу, что они такие мощные. Цвет как-то в основном вверху. Внизу нету. Ой, а сейчас я вам покажу помидоры. Зовет меня муж и говорит, глянь, глянь, какой у нас вырос помидор. Он не знал, что я посадила такой помидор. Но я тоже его посадила первый раз. Посмотрите. Где-то была зависть. Это помидорчик. Называется Казанова. Вот такой вот. Длинные сосульки. Называется он Казанова. Вот когда вырастет, покажу. Тоже пасынков много. Сейчас буду я их убирать. Ну и вы, наверное, знаете все, что пасынок это тот стебель, который растет, который идет вот от основного стебля. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они между листом и стеблем. Вот. Вот он пасынок, который только отнимает силу у нашего помидора. Вот я его оборвала. И уберем. Так, дальше у нас тут вот тоже халегали были. Здесь у нас наш частый сорт Любовь и Вано. Два сорта. Они в перемешку. Это засолочный сорт, который мы сажаем уже не первый год. Вот это типа примидоны, только без носика. Очень урожайный сорт. Ну вот, они у нас подмерзали, поэтому они не особо сейчас позавязались. Ну, жируют мои помидоры. Вот общий план. Видите, лес какой стоит. Вот сейчас пообломаю пасынки. А сейчас в другом месте у меня еще два сорта. Это гном и, по-моему, оранжевый шар или сичка, или желтый шар. Сейчас посмотрим. Вот это веселый гном. Такие кустики. Жирненькие, хорошие стволы. И вы знаете, очень много цвета. Завязи, чтобы показать форму помидорчика, пока нету. Но цветет он хорошо. Я их высаживала маленькими-маленькими. Вот хорошие кустики такие, бодренькие. Вот таким вот общим планом. А это у меня два штучки перец, который слабоострый. Это дальний уголок моего двора. У меня сюда даже руки доходят редко. Это вот помидор желтый. Ну, тоже бутонов полно, но еще не цветет. Высаживали его поздно. Вон там цвет. Тут лисичка и желтый шар. Ну, так тоже много вроде бы цветов. Но не знаю, посмотрю, как по завязи. Вот такие вот дружненькие. Густо их посадили. Ну, ничего. На этой земле мы ничего не сажали. Три года тут живем. Здесь ничего не сажали. В этом году черешня у нас пропадает. Поэтому мы посадили здесь. Черешню будем спиливать в этом году. Очень жаль. Ну, придется с ней прощаться. Хочу посадить на ее место желтую. Это у нас горький перчик. Горький перчик здесь трех сортов. И вот его даже видно. Разный. Совершенно разный. Я люблю горький перец сажать. Такие сорта. Длинноплодные. Типа бараний рог. Такие вот. Ну, а это тут посадили. Это покупной. Не удержались мы. Были на рынке. Купили 10 штук. Алпатьевского. Алпатьевский розовый. Вот они уже большие были. Но хочу я вам сказать. Корни у них неважные. Сам помидор большой. А корни неважные. Но ничего. Мы его посадили как раз перед дождем. Прижился. Что-то да будет. Это уже так вот. Увидели. Захотелось. Сажать особо негде. Но купили. Остальная рассада вся у нас своя. Сладкий у нас перчик здесь. Вот уже перчинки. Там он еще. Зависть хорошая. Сегодня мы его будем подкармливать. А подкармливать мы его будем. Набрали вчера. Там где пасут коров на тырле. Свежего. Коровьего. Вот так сказать. Отходы жизнедеятельности. Какашки коровьи. Развели. Вот они стоят у нас разведенные там. И ждут. В своей очереди. Вот перчик мой. Вот такие сорта помидор. Растут в моем огороде. Ну и так сказать. Вишенкой на торте. Я вам сейчас покажу мою хризантемку новую. Это те сорта новые. Которые я в этом году только посадила на развод. И одна такая торопыга уже даже и расцвела. Я не стала обрывать. Жалко было. Она расцвела. Красивая. Вот она малявочка. Это корейская. Вот у нее ложечкой лепестки сложены. Видите? Вот такой трубочкой они и будут оставаться. Когда корейская хризантема вырастает. Это вот букет на одной ножке. Шикарный букет. Ну жалко было обрывать. Может быть уже и надо было его оборвать. Но я пожалела. Красота. Здесь лаванда у нас уже зацветает. Вот на этой ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал. Я вам всем очень рада. Хороших вам урожаев. Хорошей погоды. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok